Ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня мы провели очень плохой, не скажу, что матч, но первый тайм. И не знаю, с чем это связано, но то, что мы требовали от ребят, во что мы играли последние две игры, у нас ничего не получилось. Это для нас тоже пока загадка, но еще разберем игру, посмотрим, с чем это связано. Но даже при такой игре в первом тайме мы имели момент после счета 1-0, когда пропустили, который могли завивать. Я считаю, что сегодня именно на поражение мы не наиграли. Я не умоляю достоинства Машала их побед. Молодцы ребята, старались, сбились. Ну, думаю, выполнили установку тренера, добились своего, возят оттуда три очка. Но такое странное отношение к локомотиву. Никогда не жаловался на судей, и сейчас не хочу жаловаться. Уже несколько игр подряд. Все время после игры подхожу и спрашиваю, за что мы получаем желтые карточки. И прошу просто так же относиться к сопернику. Но пока получается наоборот. У нас минимум 4-5 желтых карточек каждую игру. А если взять сегодняшнюю игру, то с 30-й минуты, но это мое мнение, я не знаю, мы должны были остаться в большинстве. Потому что, ну, как правило, я чуть-чуть тоже знаю, если нарушение такое грубое есть кровь, это минимум желтая карточка. Ее не последовало. Я обратился к суде, но он говорит, что они разберутся и примут решение, там, я не знаю, комиссия какая-то у них. Это меня очень сильно беспокоит, этот момент. Еще раз говорю, всегда им говорю, если за какие-то эпизоды мы говорим в нашу сторону карточки, то, значит, так же нарушение должно наказываться у соперника. Ну, я думаю, у них есть органы, которые их разбирают, работают. И они, думаю, разберутся. Просто хочу, ну, как сказать, накипело и вот хочу высказать. Хотя, я говорю, я не умоляю достоинства Машала. И сразу вначале сказал, что сегодня мы проигрывали и крупнее, но сегодня была наша самая худшая игра, я считаю. Ну, я думаю, мы в этом разберемся. Ну, он сыграл у нас одну игру и, к сожалению, в одной из тренировок, в подготовке к матчу, у него вот старая травма усугубилась, но он не мог принять. Мы держали его в уме, но я не думаю, что вытащить вот эту игру за счет здоровья Бекмаева и потерять его еще на месяц или на два мы не хотели, поэтому не стали рисковать. Локоматин выиграл четыре игры. Это я понял, да. У каких соперников? Да. А Локоматин выиграл те команды, которые не выиграли. Побед нету. Побед нету. Да, да. Почему Локоматин выиграет именно слабо, а со сильными не может играть? Ну, я не скажу, что сейчас мы играли с какими-то слабыми соперниками. Мы, все игры у нас очень тяжелые. Я вот говорил в одном из интервью, ни одна команда играешь дома ты или на выезде, просто так тебе очки не отдаст. Их надо вырывать, зарабатывать. Сегодня, я говорю, на поражение мы не наиграли. А минимум, хотя бы ничью мы заслужили сегодня. Ну, так сложилось, пропустили. Я сейчас точно не могу сказать, но это был, по-моему, один с игры был удар, и второй вот со штрафного. Ну, к сожалению, вот залетело нам. Используем мы те моменты, которые у нас были, неплохие. И все это было в штрафной. Ну, так сегодня случилось. Что? Об отставке не думаете? Я нет, вы думаете? Уброценно. Спасибо. Поэтому... Продолжение следует...